Привет! У меня сегодня новое видео. Я хочу вам рассказать, показать парфюм, который недавно появился у меня в коллекции. Но, тем не менее, мы с ним уже хорошо подружились. Он прочно обосновался. Это Manifesto Yves Saint Laurent Le Clair. И, собственно, вот этот аромат. Посмотрите, я уже так его хорошо полюбила. Хорошо. Сейчас я вам прочитаю ноты и потом расскажу, что я думаю об этом аромате. Здесь бергамот, зеленый чай, смородиновые почки, нейроли, жасмин, белая фрезия, красная роза, апельсиновый цвет, ваниль, бобы, тонко, сандал, кашмирское дерево. Очень интересный парфюм на мой вкус. У меня он на мне. Я люблю зеленые ароматы. Я люблю белоцветочные ароматы. Этот аромат, мне кажется, он совершенно замечательный, потому что, например, Manifesto классический, я... Да, он мне тоже нравится, но эта версия мне нравится больше. Она более легкая, она более цветочная, она более яркая для меня, она более... Немножко более пудровая. Это, если хотите, Manifesto, который можно носить в 45-градусную жару, и он вас не прибьет. Очень-очень красивый аромат, очень интересный. Единственное но этого аромата... Ну, знаете, это для меня но, я думаю, что есть люди, для которых это не такое уж имеет большое значение. К сожалению, этот аромат не очень хорошо шлейфит. Это из тех ароматов, которые, мне кажется, они больше, как бы сказать, претели. То есть, мне бы хотелось, чтобы у него был такой километровый шлейф. Шлейф есть. Я все-таки больше люблю, когда... И, собственно, как бы много пшиков я не делала, собственно, большого длинного шлейфа, как, например, от Montal, от этого аромата, к сожалению, нет. Тем не менее, нужно сказать, что если вы ищете аромат легкий, зеленый, красивый, но стойкий, потому что он стойкий и сладкий, мне кажется, этот аромат, он вот... Вы как раз по адресу. Из ощущений, вот какая бы ассоциация с этим ароматом. Знаете, просто большой чайник зеленого чая, очень ароматного, какого-то с цитрусами зеленый чай и немного какой-то там не то, что ванильной булочки, а, например, вот, знаете, у Lipton были когда-то чай, я не знаю, есть ли они сейчас, чай ванильный, например, с осмородиной. То есть, ну вот минус именно какая-то искусственная нота. То есть, это не то, что там, знаете, искусственные посластители и вам просто вот это вот ваниль в нос вообще бьет. Нет, нет, здесь абсолютно все не так. Здесь все очень хорошо. Просто вот зеленый чай и такой фруктовый чай из вот этих вот смородинок и с ванилью. Мне кажется, вот так вот. И даже по ощущениям, то, что это вот водичка, этот аромат, он достаточно легкий, но стойкий. Вот, мне кажется, вот это вот оно. Я очень-очень довольна этим ароматом. Мне он нравится. И я его все-таки сейчас отложу. Я его буду использовать уже, да, ближе, ближе уже к теплому-теплому лету. Может быть, начну в начале июня. Потому что все-таки сейчас... А может быть, даже в июле. То есть сейчас все-таки я люблю более стойкие, более шлейфовые ароматы, которым, например, вот тот же Black Opium, мне кажется, сейчас более уместным. Даже со всем тем, что я абсолютно не разделяю ароматы на какие-то там сезоны, я все равно, мне кажется, для этого аромата, для него лучше, когда погода теплее и когда жарче. Он, кстати, еще, возможно, он даже будет охлаждать чуть-чуть, именно из-за этого своего такого цветочно-зеленого сердца. Очень хороший аромат, очень красивый, обволакивающий. Мне очень нравится. И да, нравится больше, чем вот, собственно, первый оригинальный аромат. Мне кажется, что эта вещь интереснее. И именно тем, что этот аромат, он для меня другой, он для меня интереснее, он для меня более необычный. Манифесто классический, он хороший аромат, но он вот у меня как раз попадает в категорию безликих ароматов. То есть, он просто стабильно красивый, хороший. А этот еще и необычный. Вот. Вот такое вот было видео об этом аромате. Кстати, я не знаю, есть ли он еще в продаже. Я знаю, что это лимитированная коллекция. Может быть, он еще есть, я не берусь вообще говорить. Но если он есть, обязательно попробуйте. Может быть, он вам понравится. Потому что мне он нравится очень-очень сильно. Он просто супер. Он просто супер. Я его сейчас на себя. Классный. Зеленый. Зеленый, очень цитрусовый, сладкий. В общем, все, что надо. Все, что надо для жаркого лета. Вот такое вот было видео. Короткое видео, но просто... Я уже в этом видео, наверное, раз в 20 сказала очень-очень. И нравится-нравится. Вы уже все поняли. Аромат мне нравится. Аромат классный. Зеленый. Яркий. Яркий. Цитрусовый. Хрустящий. Классный. Советую покупки. Если он у вас есть, обязательно, конечно, попробуйте. Может быть, он вам и не понравится. Если вы ожидаете от этого аромата, что он будет такой же, как и в Манифесту классический. Нет, люди, нет. Это вот как раз этот фланкер из тех, который, ну, практически очень мало. Он, конечно, имеет что-то общее, но мало имеет общего с оригинальным ароматом. Все-таки этот аромат, он другой. Мне кажется, что его даже можно было бы назвать по-другому. Потому что на мой нос с Манифесту классическим их связывает, ну, только вот бутылка, название и, может быть, только просто пару нот. Потому что Манифесту классический, он более такой тягучий, он более стойкий, он более такой же бам. Вот где-то наравне с Black Opium. Не по запаху, но именно по своей структуре аромата. И здесь все более мягко, цветочно и по-летнему. Вот такое вот было видео. Я надеюсь, что вам было интересно. Обязательно, обязательно напишите мне, есть ли у вас этот аромат. Возможно, у вас есть классический. Расскажите мне, нравится ли вам классический или нет. Мне будет всегда очень интересно почитать, что вы мне там напишите. И огромное всем спасибо, кто подписывается на мой канал, кто поддерживает мой канал комментариями. Продолжайте, продолжайте. Подписывайтесь. Всем отличного дня, хорошего настроения, хорошее начало недели. Я не знаю, когда это видео выставится, но сегодня у нас понедельник. Поэтому хорошее начало всем недели. Если у вас это уже будет не понедельник, то тогда извиняйте. Просто хорошего дня. На это все. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok